здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания на мой взгляд очень веселый коротенький диалог с мба финанса история со мной связано и тем смешнее это слушать когда понимаешь что это год назад вот этот разговор состоялся и послушайте уверенность в ее голосе всегда для меня было странно ну что там вообще на себе думают но неужели ты не можешь просто элементарно задуматься когда тебе говорят что нет дома когда ты утверждаешь какая-то приезжает там выездная группа а те конкретно говорят нет этого дома и сто процентов понятно что она не находится в санкт-петербурге она даже проверить не может но задуматься можно да то каким-то образом на местности что называется сориентироваться как-то так сказать что там не знаю съездили посмотрели мы найдем ваш новый адрес ну как угодно но лишь бы из этого идиотского положения выкрутиться но хотя мало шансов нет она все равно туда отправляют выездную группу которые нет у них вот вообще мба финанс кредит экспресс финанс вот эти вот все вот эти вот шараги до которые позиционируют себя очень крутыми взыскательными структурами все что они из себя представляют это руководитель далеко не глупый человек потому что сгруппировать вокруг себя вот это стадо идиотов это достаточно сложно да тут нужно даже не пастухом быть адресировщиком ну и все и колл-центр более ничего с четким конкретным скриптом больше ничего и задача набирать людей как можно более ограниченных вот и все но у меня будет опросничек в конце этого ролика я там вам вопросик задам если вам не жалко ну а пока что можете кто на моем канале давно уже ставьте лайки кому еще не удалось подписаться подписывайтесь я гарантирую не пожалеете разный контент у нас и веселый и серьезный ну и мы конечно же помогаем всем желающим справа уже от кредит не нагрузки ссылочка на наш сайт есть в описании этого любого другого видеоролика ну давайте мы пока с вами послушаем ну уведомлением оппорт нам в инвестиционной комиссии по адресу вашего проживания и прописки а также по месту вашей работы для составления акта неоплата долга и проверку факта на вашей недоставов обязательности при наличии ваших действиях признаков состава преступления а также отсутствие вас по месту прописки мы передаем материалы вашего дела в правоохранительные органы и прокуратуру для осуществления оперативно-розысканных мероприятий и рассмотрение вопроса возбуждения уголовного дела на основании статьи 177 уголовного кодекса российской федерации местное уклонение от погашения кредиторской задолженности по статье 159 уголовного кодекса российской федерации мошенничества отдела судебного производства противодействия мошенничества силикон 8 800 555 51 78 звонок бесплатный в соединении с оператором оставайтесь на линии мошенничества здравствуйте здрасте здрасте вам звонят из компании я понял уже да а вы слышите что он со мной говорил этот ваш автоинформатор разумеется и что ага прям приезжают да ко мне у вас имеется не исполненное обязательство ну да а так бы вы еще ездили то конечно люди то заняты и ездят просто так конечно и не застали да меня не застали да меня несчастные да повезло им что не застали ага а на чем вы ездите то там у вас есть на чем ездить вы все сказали нет или еще у вас да я думаю ответите мне на вопрос или вы собрались параториться это же вас никаким образом никаким образом вас это не касается да как же я же должен какие то там это самое ну выйти встретить машину номер на чем там на мотоцикле вы с пулеметами подъезжаете зачем вас встречать квартира 193 дом за 8 идиоты да да туда приезжайте да да туда приезжайте ага в курсе что дом давно снесен это ха-ха-ха приятно если вы посменили поэтому у вас никто дома не засал нету дома там снесен дом ха-ха-ха у вас не исполнены обязательства потому что это 10 тысяч рублей они застали дома там стройка идет новый дом строит по каким решениям вы оплаты не производите э че а у меня вот там в том доме где я жил да вы бы меньше вы бы меньше смеялись и слышали бы вопрос и не приходил а я отвечаю да и меня там кошелек с деньгами был его завалило руины ну в смысле меня это не а как теперь платить эти деньги я так и как услышала ну а что спрашиваете тогда вам задала 610 тысяч рублей за должность я вас спрашиваю почему вы оплаты не производите свои задолженности мне пообещал ваш сотрудник что поможет в этом деле говорит урегулируем давай урегулируем он в том трубку бросил я так понял что он это самое пошел урегулировать у него регулятор специальный в мозгах я не знаю что там и что он сказал да вы там ничего не знаете что вы говорите он да и делает ты думаешь знаешь что ты говоришь вы сообщали что банк предлагает вам акцию посетение финансов да вот там же ты видела сколько дней просрочек вот каждый день предлагают есть у вас разумеется видели нет каждый день вам не предлагают сейчас дело в том что у банка нет ко мне претензий еще ко всему прочему нету претензий я был в банке я тебе тоже расскажу вы взяли денежные средства Дмитрий Евгеньевич вы взяли денежные средства и свои обязательства по договору вы не исполнили договор сейчас не является погашен но за вами честная просрочка банк предлагает после решения вопроса ты давай говори мне слово я в душе стою можно про душа быть говорят можно про душа быть Дмитрий Евгеньевич к вам в ближайшее время действительно будет направлено вы знаете а это на меня было направлено что ли это в вашей регистрации было направлено действительно вы сначала понарошку отправляете да Друзья ну а если вернуться к началу ролика вот этот вот автоинформатор представьте себе женщину там отстоявшую где-то там за прилавком на кассе в магазине и так работающая там сутки через сутки или не знаю мужика какого-нибудь работягу токаря который тоже отстоял и ждет не дождется когда рабочий день закончится и когда в конце месяца ему какую-то жалкую зарплату если заплатят то хорошо и вот такая вот тирада человеку как воспринимать ее если он понятия не имеет что такое законы он никогда в руки не брал ни конституцию не с какие-то там вообще законов каких-либо то есть вот верит на слово вот такому строгому слову да это все это извините за выражение задница а естественно он будет жить только ради того чтобы ему как можно меньше звонили сделает все для этого необходимое но это же вранье это даже не ложь это наглое вранье что уголовные статьи какие-то что кто-то кому-то что-то там в правоохранительные органы передаст да если бы правоохранительные органы занимались вот розыском должников то они бы только этим и занимались они и так ничего не делают по большому счету только вот ну то что в кино показывают и все на этом а еще бы если бы должниками занимались ну это было бы наверное просто я не знаю их штат нужно было увеличивать 10 раз в миллион а потому что у нас 80 процентов это люди с проблемной задолженностью по данной Росстата а так что только так или как иначе нужно всегда оценивать и мозги включать я всегда об этом говорю всегда всех призываю включайте мозги ребята не нужно все за чистую монету принимать это все ерунда это просто запугивание с целью наживы с целью того чтобы вы последние отдали вот и все и в этой связи хочу вас спросить хочу вас спросить нужно как вы думаете вот коллекторские службы как таковые они нужны или может быть можно как в Европе взыскивать нормально очень много мне примеров приводится что вот в Европе той же даже при Балтике элементарно не отдает 60 дней идет исковое заявление в суд и дальше уже судебные приставы работают и все по закону действуют а коллекторские службы как таковых вроде даже никто и не слышал не знал не видел в таком формате во всяком случае как нам предлагается это все дело может быть я ошибаюсь ну помогите мне ответьте опросник в правом верхнем углу я вас прошу пожалуйста поставьте свое мнение если вам не жалко ну и конечно пишите в комментариях все что вы по этому поводу думаете ну так же для тех кому нужна юридическая защита еще раз напомню что мы занимаемся тем что помогаем людям попрашивать трудно финансовой ситуации на сегодняшний день мы крупнейший юридический оператор на территории российской федерации работаем мы на всей территории той самой российской федерации независимо от того где бы вы не находились лишь бы это была Россия и мы вам поможем условия и вообще весь комплекс как он устроен вы можете на нашем сайте познакомиться причем чуть читать не надо особо-то видео целое выложено видео презентация как устроена работа кредитов юристов компания Лям посмотрите и примите то самое необходимое решение потому что нельзя быть молчаливым рабом вот этих вот клоунов они действительно клоуны в той самой негативной с той самой негативной точки зрения то есть это вот жестокие какие-то клоуны которые заинтересованы лишь только в том чтобы обокрасть население и нас мало тех кто уже перестали им верить и смеются над ними да больше тридцати тысяч подписчиков на сегодняшний день именно на 23 ноября 2017 года на канале но все равно это очень мало я считаю мало поэтому делитесь в соцсетях репост пожалуйста подписывайтесь лайки ставьте потому что на нашем канале должно быть как можно больше людей я думаю вы с этим согласитесь чем больше людей будет на нашем канале тем больше вероятности что у нас будет такая микро революция во всяком случае в умах каждого это дорогого стоит поверьте приложите свое незначительное усилие для того чтобы это получилось еще раз подпишу лайки поставьте если не понравилось дизлайки пишите комментарии пускай люди их читают тоже лайкают ну и конечно же репост еще раз попрошу делитесь в соцсетях ссылками делитесь где угодно ссылками в мессенджерах чтобы как можно больше количества людей знали о том что на самом деле происходит ну и мы готовы любому количеству людей помочь как мы могли уже тысячам людей разобраться справиться со всей этой гадостью и жить спокойно наконец-то на этом вы знаете рады заканчивать я желаю вам всем счастья благополучия ну и финансово конечно вам и вашим близким всего вам хорошего друзья до свидания до свидания до свидания до свидания